Ну а с нами сегодня Александр Демченко, международный аналитик, который уже по традиции находит для нас время. Александр, здравствуйте. Спасибо, что сегодня вы с нами. Приветствую. Здравствуйте, Леша. Сегодня действительно есть что обсудить. Сенсационное, не побоюсь этого слова, интервью Владимир Зеленский дал в здании в Засан, там рассказал и про конфликт с генералом Залужным, и про покушение на президента Украины, и про новый Майдан, который может разгореться в Киеве по велению из России, и про отношения с Трампом, и даже про то, планируют ли украинские спецслужбы ликвидацию Владимира Путина. Обо всем этом будем говорить прямо сейчас, лайк этой беседе, ставьте уже, как честные люди, пускай большее количество людей увидит наше сегодняшнее интервью. Александр, ну начнем с самой горячей новости, конечно. Владимир Зеленский упрекнул генерала Залужного и напомнил ему об иерархии. Вот в интервью Засан, значит, президент Украины назвал ошибочными шаги тех украинских военных, которые решили идти в политику. Если ты руководишь военными действиями, держа в голове, что завтра будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный. И я считаю, что это огромная ошибка. Конец цитаты. В общем-то, еще одна монетка, скажем так, в копилку, которая долго наполнялась, много полнилось слухами информационное пространство о конфликте между политическим и военным руководством. Теперь вот такое заявление Владимира Зеленского. Как вы считаете, о чем оно может говорить? Оно говорит о том, что два лагеря вступают в противоборство. К большому сожалению. Что действительно есть политические амбиции, мы уже об этом говорили, у военных. Есть политические амбиции, я не знаю, насколько у Валерия Федоровича они есть президент, но уж точно у его окружения, у некоторых его представителей, протолкнуть его на эту роль, точно эти амбиции есть. Потому что власть — это деньги, потому что власть — это влияние, власть — это возможность. И сказать, что это люди не патриоты, они патриоты. Просто они воспринимают борьбу за Украину с точки зрения военного человека. У Владимира Зеленского тоже есть амбиция. Он хочет, чтобы Украина как государство сохранилась, и если необходимо, он может продолжить свой срок правления, как он об этом уже тоже обозначил. Я вообще предполагаю, что очевидно, что этой ситуацией пользуются россияне. Я думаю, что вообще этот скандал изначально подпитывается, инспирируется российскими спецслужбами. Потому что это очень несложно сделать. Когда ты понимаешь, что у тебя два амбициозных человека, которые конкурируют, и если у тебя есть определенные люди, агентура в том и в другом крыле, в том и в другом штабе условно, а я предполагаю, что скорее всего россияне пытаются там держать каких-то своих кротов, то это не так уж и сложно столкнуть двух людей с политическими амбициями обами. Потому что когда у вас офис президента заказывает постоянные рейтинги, в этих рейтингах почему-то появляется Валерий Завужный. Это же они все начали. Если бы они ничего не делали, вообще бы никакой ситуации не возникло. Заказываются рейтинги. В рейтингах Валерий Завужный появляется. Потом они выставляют какие-то статьи. Потом они начинают рассказывать о том, что делает так или не так армия. Потом у них начинаются какие-то выяснения отношений. Потом у них начинаются какие-то обострения, в середине которые выходят за пределы Украины. Ведь чем плохая эта ситуация и почему она играет на руку россиянам? Потому что она действительно деморализует очень многих людей внутри Украины. Потому что накладываются антирейтинги и на одного, и на другого. Потому что это все выходит вовне. И сюда приезжают иностранные журналисты. Потому что это начинает беспокоить и европейских, и американских чиновников, которые об этом закрытом, в кулуарах говорят. Вот недавно вышла статья в The Washington Post, где конкретно говорилось, что европейские чиновники обсуждают и коррупцию в Украине. А помимо всего прочего, из политических скандалов в Украине подразумевается вот это выяснение отношений между управленцами и между военным лагерем. Очевидно, что это все используется россиянами. Вероятно всего, у россиян есть кроты, которые и там, и там подводят определенную информацию и возбуждают, а это не очень-то и сложно, и Владимира Зеленского, и Валерия Заужина. Проблема заключается в том, что это два человека, которые хотят добра Украине и победы Украины. Но их конфликт приводит к тому, что, по большому счету, это влияет негативно на обороноспособность государства. И я более чем уверен, что это вообще инспирированная российская история. Просто в очередной раз убеждаешься, что есть проблема, и эта проблема заключается в российской агентуре. Её необходимо просто чистить. Причём на самом верху. Потому что возникает вопрос, кто подкладывает постоянно эти информации Зеленскому и Заужиному, эти данные, и кто делает так, чтобы эти люди реагировали. Почему они реагируют? Вот почему он среагировал, например, Зеленский сейчас в таблоиде «Десан». Но у меня есть пояснение условное. Потому что таблоид «Десан», который на самом деле не влияет с каким-то влиятельным очень изданием, действительно такой полужёлтый таблоид британский, его возглавляет семья Мердока. Вы не знаете, что недавно приезжал сын Мердока, Руперта Мердока, сюда, в Киев, в Украину, и у него были контакты и с Ермаком, и с Зеленским. Это человек, который является ключевой фигурой с точки зрения медиасопровождения Республиканской партии в Америке. Вероятно, хотели наладить какие-то контакты. Но почему во время этих интервью, кстати, чтобы вы понимали, в видеоинтервью ничего о конфликте с военными и зауженным нет. Это только есть в новостях на «Десан». Это очень показательно. Но почему эта информация, в принципе, появляется там, сейчас, в это время, на фоне и так проблемной ситуации с точки зрения поставок боеприпасов, с точки зрения того, что Конгресс не предоставляет достаточное количество помощи Украине, непонятно. А вот россиянам всё понятно. Потому что россияне продолжают внутренне раскачивать, они не останавливаются. То есть если вы думаете, что Украина прекратила деятельность российской агентуры внутри, или что война каким-то образом сбавила их агрессию внутри Украины, или что агентура стала меньше, что вы ошибаетесь. Её осталось ровно столько же. Просто с ней нужно бороться. Друзья, ваше мнение об этом упрёке Владимира Зеленского в сторону генерала Залужного оставьте в комментариях. Вот, кстати, о чем ещё занимаются российские спецслужбы, как заявил Владимир Зеленский, подготовкой нового Майдана в Украине. Вот сейчас как раз годовщина Евромайдана 2014-го, 2013-го, 2014-го года. И вот, значит, затеяли проект россияне под названием «Майдан-3», цель одна – свергнуть действующую власть Владимира Зеленского. И президент об этом говорит на полном серьёзе, говорит, что иностранные спецслужбы принесли ему эту информацию, как бы дали о том, что Россия готовит вот такую спецоперацию. И вот я обсуждал намеднее как раз вероятность развития вот такого события с бывшим главой Комитета по национальной безопасности Казахстана, человеком, который непосредственно знает, как работает спецслужба изнутри. И вот мы с ним обсуждая это, даже вышли на мнение, которое высказал Альнур Мусаев, что новый Майдан может возглавить как бы не какой-то там россиянин, не кто-то присланный к нам специально недавно, а кто-то из действующих, медийных лиц, которые на самом деле являются патриотами, просто видят там и победу Украины, и войну по-другому. И вот господин Мусаев уверен, что одним из вероятных кандидатов вполне может быть Алексей Арестович. Как считаете, действительно ли готовится нечто подобное, и могут ли использовать того же Арестовича или кого-то из медийных таких лиц для того, чтобы возглавить то, что называется Майдан-3? Так, давайте по порядку. Давайте так. Арестович, покушение на Зеленского, о котором он сказал, и Майдан. Кстати, вот господина Мусаева, если будете его еще как-то интервьюировать, можете спросить, за что на него совершались два покушения. Думаю, что вы с ним об этом говорили. Но я не уверен, что вам рассказал он о том, что российские спецслужбы, которые на него устраивали дважды покушение, ему мстили за то, что он очищал казахскую разведку от российских спецслужбистов. И невзирая на ситуацию, которая была связана с тем, что он выступил в поддержку бывшего зятя Назарбаева, на непокойного, убитого на самом деле в тюрьме австрийской, и то, что он взял на себя условно воспитание вдука Назарбаева, тоже покойного, умершего от наркотиков. Он еще, конечно, являлся одним из тех людей, которые действительно боролись против российских кагибистов на территории Казахстана. Именно поэтому против него это одна из причин, почему российские спецслужбы дважды пытались его убить. Непосредственно его, кстати, и его жену. Теперь относительно Алексея Арестовича. Очень коротко. Простите, Александр, на секунду только перебью. Да, друзья, если вас заинтересовала эта история, господин Мусаев рассказывал мне ее в предыдущем, не последнем, а в предыдущем интервью. Найдите обязательно. Там можно снимать целый, на самом деле, блокбастер по его рассказам. Относительно Алексея Арестовича. Очень коротко. Я уверен, что сценарий Алексея Навального 2 в Украине не произойдет. И его тезка Алексей Арестович вот так же сюда, под водочку, под брата 2 не приедет. Потому что и украинская власть, и я предполагаю, что и украинские силовики, которые получили непосредственно просто от Владимира Зеленского сигнал абсолютно публичный, что все люди, которые будут расшатывать внутри Украины ситуацию в политическом аспекте, должны понести определенное наказание, что вы должны за этим следить. И я думаю, что все эти люди, и украинские спецслужбы, и украинская власть, да все в Украине, и военные, они готовы к тому, чтобы противодействовать любым провокациям. Удивляет в этой ситуации лишь то, что эти люди, которые набрали огромное количество просмотров в Ютьюбах и так далее, сейчас активно выступают, ранее выступали за украинскую власть, сейчас выступают против украинской власти, но да бог с ними. Проблема в том, что их тиражируют постоянно и распространяют в эфирах их заявления российские пропагандистские каналы, и российские пропагандисты типа Ольги Скобеевой. И это вызывает, конечно же, определенные подозрения. Нет, повторения операции Алексея Навального в Украине не будет. Вся эта ленинско-владимирская, сейчас я говорю о князе Владимире, конечно же, а не только о Владимире Ильиче Ленине, операции бронепоезд тоже сюда не пройдут. Поэтому я думаю, что сейчас эта заготовка, если это заготовка, конечно же, а не просто желание Алексея приехать в Украину, не сработает. Если мы говорим о Майдане-3. Продолжение следует...